Сегодня несколько новостей на обсуждение. Давайте начинать. В одном из интервью BBC Владимир Зеленский рассказал, когда он планирует уйти с поста президента. По его словам, цитата, «это случится не раньше, чем закончится конфликт». Что это значит, не уточняется, каким образом должен конфликт закончиться, то есть что будет ознаменовать, так скажем, окончание конфликта, пока непонятно. Но, тем не менее, господин Зеленский планирует оставаться на посту президента Украины до окончания конфликта. Также в этом интервью он сказал несколько слов в отношении территорий. Цитата, «оказывая давление на Россию, я думаю, можно договориться о дипломатическом урегулировании. Это не значит, что все территории отвоевываются силой. Я думаю, что сила дипломатии может помочь», – сказал Зеленский в интервью BBC. Президент Франции Мануэль Макрон также планирует возглавлять Францию до конца своего президентского срока. Если вы смотрите мой канал, то вы знаете, что у нас во Франции тут всякого рода политические перипетии происходят. Все началось, наверное, так ярко выражено с выборов в Европейский парламент, где партия Мануэля Макрона потерпела поражение, в связи с чем ему пришлось распустить уже французский парламент, точнее нижнюю его палату, и провести внеочередные выборы. И вот на этих внеочередных выборах ни один политический блок не получил абсолютного большинства, в связи с чем продолжается уже несколько месяцев вот это вот перетягивание одеяла там у нас между левыми, правыми и, так скажем, центристским блоком, вот который как раз и представляет президент Франции Мануэль Макрон. И там всякого рода были проблемы, даже вплоть до того, что президенту Франции хотели объявить импичмент. Так вот он заявил, что не дождетесь, буду до конца президентского срока президентом Франции и оставаться хотите вы этого или не хотите. Напомню, что Макрон возглавляет Францию с 2017 года, в 2022 году он был переизбран на второй срок, соответственно он будет оставаться на посту президента до 2027 года и уже на третий срок он, согласно Конституции французской, переизбраться не может. Ну вот сегодня у нас что, на дворе конец 2024 года, вот до 2027 года Эммануэль Макрон планирует возглавлять Францию. Канцлер Германии Олаф Шольц также не собирается сдавать свои позиции и намерен переизбраться в 2025 году на второй срок. То есть в следующем году уже. Очень смелое заявление, потому что в настоящий момент уровень поддержки господина Шольца среди немцев продолжает снижаться. Кроме того, вот помните вот эти выборы в Европарламент? И партия Шольца там также проиграла, показав худший результат вообще во всей истории. Они набрали чуть меньше 14%. Но не знаю, как пройдут выборы в 2025 году, но тем не менее Олаф Шольц собирается баллотироваться на второй срок. Посмотрим, что решат немцы по этому поводу. А мы с вами переходим к следующей новости. Власти Эстонии хотят сдавать свои тюрьмы в аренду странам Евросоюза, в которых не хватает мест для их заключенных. Об этом нам с вами сообщает Bloomberg. Как объяснила министр Эстонии, Эстония – это одна из четырех стран ЕС, в которых преступность находится на самом низком уровне. На сегодняшний день в Эстонии три тюрьмы стоят полупустыми. А на сдаче камер в аренду страна может заработать примерно 30 миллионов евро. Цитата. «Сдавая тюремные помещения в аренду, мы обеспечим значительно больше рабочих мест. Вполне приемлемой зарплатой мы могли бы решить несколько вопросов, связанных с дефицитом бюджета», – сообщает нам с вами министр Эстонии. Что думаете по этому поводу? Как вам? Власти Швеции хотят предложить иммигрантам 34 тысячи долларов за выезд обратно в страну, откуда они прибыли. Мера, предположительно, начнет действовать с 2026 года. Сейчас же эта сумма составляет всего 960 долларов. Так вот, для получения денег мигрант должен отказаться от своего шведского паспорта, то есть отказаться от шведского гражданства и, собственно, взять деньги и уехать в Освояси. На сегодня в Швеции проживает более 2 миллионов иммигрантов, что составляет более 20% всего населения. Кстати говоря, другие европейские страны также предлагают разного рода гранты в качестве стимула для возвращения мигрантов домой. Так, например, Дания платит 15 тысяч долларов на человека. А вот в Норвегии эта сумма составляет 1400. Для Франции это 2800 долларов и 2000 долларов в Германии. Как вы относитесь к таким мерам? Вот как считаете, стоит это того или нет? Если мы говорим о Швеции, то вот эти 34 тысячи – это за то, чтобы человек отказался от уже полученного шведского гражданства, что как-то странно, на мой субъективный взгляд. Ну, точнее, поздновато. Мне кажется, это нужно было делать до того, как все эти гражданства были получены. Потому что это не делается в один миг, это занимает какое-то определенное время, продолжительное время и несколько месяцев и даже несколько лет в зависимости от ситуации. А тут вдруг проснулись, опомнились. Ну, не знаю, как вообще будет шведский, так скажем, налогоплательщик на это все дело реагировать. Вообще, схема зачетная, да, приехал, пожил, получил гражданство, вот тебе, пожалуйста, 34 тысячи долларов, что для некоторых стран является, ну, весьма такой существенной суммой, согласитесь. Да даже и для наших стран это является существенной суммой. Ну и, мол, езжай к себе обратно. Не знаю, почему у меня такие сомнения. Потому что все-таки, если ты не гражданин, то, скорее всего, ну да, там имеются какие-то расходы на тебя, если ты там проситель убежища или еще каким, как-то хотя бы, да, легально живешь и получаешь какие-то пособия, жилье там, ну и прочие плюшки. Конечно, это делают не все, это надо тоже знать, уметь. Но есть много умельцев, которые так живут годами и целыми семьями. Вот тут, да, может быть, как-то простимулировать, единоразово выплатить эту сумму и как бы распрощаться, да, все как бы довольны. А вот когда уже гражданство, вот тут как-то странно. Во-первых, гражданин, он должен, по идее, платить налоги, но вместе с тем он, конечно, может использовать и все вот эти социальные плюшки, которые государство предоставляет гражданам. Делить как-то граждан на граждан и не таких как бы недограждан, но мы знаем уже с вами, что ничего хорошего из этого не получается. Ну, в общем, очень странная, на мой взгляд, ситуация. Мне кажется, может быть, на какое-то время ввести некий мораторий на предоставление гражданства. Ну, только в крайне там исключительных случаях по семейным обстоятельствам или еще как-то. А вот так раздавать направо и налево, наверное, нужно как-то приостановить. Причем не только в Швеции, а вообще во всей Европе, чтобы сбалансировать, чтобы как-то, так скажем, интегрировать новоявленных граждан Европейского Союза, чтобы вот с ними работать, чтобы эти 34 тысячи, может быть, потратить все-таки на интеграцию, как-то там заставить, я не знаю, какими-то... Хотя тоже, да, а как ты заставишь? А как ты его заставишь идти работать, идти учиться? Но, наверное, надо снижать плюшки, как считается. Снижать плюшки, не давать всем вот эти все пособия бездумно, а именно если ты там поработал, если, естественно, проблемы со здоровьем, то есть ты физически не можешь работать, у тебя ограничена физическая способность в этом плане. Ну и либо там маленькие очень дети, либо еще как-то... А что сюда прутся-то все подряд? Потому что тут есть плюшки, и если вы опять перед носом будете махать, как вот этой морковкой, 34 тысячами долларов за выезд, ну это может стать схемой для кого-то, согласитесь. Приехать, там подать на убежище, там что-то еще как-то сделать, получить это гражданство, возможно, это будет сейчас труднее сделать. Ну вот, пожалуйста, с 2026 года планируется. Не знаю, будет ли эта мера все-таки введена, но тем не менее, вот такая новость есть. И вот прикиньте, до 2026 года сейчас кто уже в процессе, например, получения гражданства или вот-вот может подать на это гражданство Швеции, ну прям заманчиво, заманчиво. Это же будет не один, не два человека, и даже не сотни, и даже не тысячи. Ну то есть это будет до хрена денег, выкинут их просто в никуда, потому что на смену этим придут другие. И пока вот эти социальные плюшки будут раздаваться направо и налево, ничего не поменяется, как вы считаете. Есть люди, не все, конечно же, не все. Я все понимаю, у всех разные причины, ну всякое в жизни бывает. Но есть вот определенная категория людей, которые мигрируют из страны в страну, годами живут на этих социалках, с семьями прут сюда всех там своих родственников и живут. Да что уж там. И те, кто родились и в Швеции, и во Франции, тоже такое практикуют вполне себе. Ну вот так вот, знаете, живем и ни о чем не задумываемся. А с этими что делать тогда? А вот с гражданами, которые тут родились, которые тоже ничего не делают. Ну вот, да. А с другой стороны, конечно, если все-таки 20% населения составляет иммигранты, то тоже проблема, согласитесь. Тоже проблема. Поэтому вот не знаю, спорное решение. Мне кажется, надо все-таки не с симптомами бороться, а точнее наоборот, именно с симптомами. А сейчас уже как бы поздно, да, они уже граждане, и смысл тратить такие огромные деньги на вот это вот. Скорее бы потратить на то, чтобы закрыть вот эти вот коридоры миграционные. Особенно для нелегальной миграции, естественно. Речь идет о нелегальной миграции, конечно же. Те, кто легально, ну, наверное, как-то тщательно проверять, тщательный отбор вести. На мой субъективный взгляд, я, конечно, не знаю там всей кухни, как это все работает, но на мой субъективный взгляд, вот как-то так я это вижу. Как-то так. Потому что, еще раз повторюсь, для кого-то это может стать рабочей такой себе схемой. Приехать и получить 34 тысячи долларов. И я напомню, что это на человека. Всем огромное спасибо за просмотр. Я, как всегда, желаю вам всего наилучшего. Мы с вами очень-очень скоро увидимся в моем новом видео.